Главный финансовый документ Саратова на следующий год рассмотрели городские депутаты на очередном заседании Думы. Бюджет получается крайне напряженным. По доходам он на 4% ниже уровня этого года. Обсуждение документа послушала Елена Губенкова. Бюджет 2015-го – главный вопрос на заседании городской думы. Напряженный и тяжелый, говорят о нем депутаты. Он на 4% ниже по доходам, чем финансовый документ прошлого года. Связано это со снижением сумм земельного налога и арендной платы за земельные участки. Но надо принимать, говорят депутаты. Выйдем мы новогодних, обнаружим, что бюджет и текущего года, который мы сейчас наверстали, хороший. Что при этом бюджете возможно платить заработную плату и убирать улицы города. Ремонтировать более-менее, как-то текущие ремонты делать. В тяжелой экономической ситуации бюджет выполнит главные функции – сохранить социальную направленность и обеспечит выполнение всех обязательств перед горожанами. Весь бюджет уносит социальные направленности у нас в этом году, как и прошлый. В первую очередь это заработная плата, оплата терров и, соответственно, благоустройство, уборка улиц, вывоз мусора и закупка необходимой техники для уборки города. Также часть водоканала, город Трансовы помогли, ну, в тех возможностях бюджетных соревнований, которые у нас сегодня есть. Не принять документ нельзя. Город в таком случае лишится возможности участвовать в федеральных программах и не сможет проводить необходимые закупки и работы. Поэтому депутаты голосуют за принятие бюджета. Кстати, городские власти смогли сэкономить на перекредитовании. Бюджет Саратова много лет дефицитный, и каждый год приходится брать новые кредиты, чтобы погасить предыдущие. Есть у нас основная проблема, с учетом того, что банк центральный поднял ставку рефинансирования, и, соответственно, город Сарата постоянно перекредитовывается. Но администрация города успела договориться с банками, провезла конкурсные необходимые процедуры, и, соответственно, мы на первый квартал выходим на бюджетный кредит, перекредитовка так называемая, под 12% годовых. Еще один важный вопрос – передача полномочий в сфере здравоохранения. С 1 января следующего года они от города переходят области, поэтому будет ликвидирован Саратовский комитет здравоохранения. Это позволит сократить расходы почти на 4 миллиона рублей.